Сегодня с нами Илон Маск. Илон, спасибо, что присоединился. Спасибо, что пригласили. Сегодня мы хотим поговорить о твоем видении будущего и того, над чем людям нужно работать. Итак, для начала скажи вот что. Есть твоя знаменитая фраза о том, что в молодости ты считал, что существует пять основных проблем, над которыми тебе стоит работать. Если бы тебе сегодня было 22, какие пять проблем ты бы назвал? Прежде всего, я считаю, что если кто-то делает что-то полезное для всего общества, то это хорошо. Не обязательно, чтобы это переворачивало мир. Если ты делаешь что-то с высокой ценностью для людей, даже если это что-то вроде небольшой игры или какого-то улучшения, обмена фотографиями, если это делает жизнь лучше для большого количества людей, то это уже здорово. Вещи не обязательно должны изменять весь мир, чтобы считаться хорошими. Но если говорить о вещах, которые с наибольшей долей вероятностью изменят будущее человечества, то искусственный интеллект – это определенно самая важная вещь, которая окажет влияние на человечество. Так что очень важно использовать сильные стороны искусственного интеллекта во благо. Потому что если… если бы вы могли посмотреть в хрустальный шар и увидеть будущее, то вам бы понравился именно такой сценарий. Ведь в этой сфере может произойти много плохого, как мы говорили много раз до этого. Так что мы должны гарантировать, что всё пойдёт правильно. Поэтому я считаю, что искусственный интеллект, работа над ним и обеспечение светлого будущего – это самое важное, чем стоит заниматься сейчас. Самое необходимое на данный момент. Второе – всё, что связано с генетикой. Если мы сможем справиться с генетическими заболеваниями, если сможем предотвратить приобретённое слабоумие, болезнь Альцгеймера или типа того, то, что программируется генетически, то это будет замечательно. Поэтому я считаю, что генетика может быть вторым самым важным вопросом. Кроме того, важно создать интерфейс с высокой пропускной способностью для взаимодействия с мозгом. В настоящий момент пропускная способность очень ограничена. У нас есть цифровые третичные копии нас самих, например, при написании имейлов со способностями компьютеров, телефонов и приложений. Мы фактически супер-люди, но у нас огромные проблемы с существующими ограничениями в данном интерфейсе между корой головного мозга и этой цифровой третичной копией нас самих. Если получится решить это ограничение пропускной способности, то это также будет очень важным для будущего. Итак, один из самых частых вопросов, которые мне задают амбициозные молодые люди, я хочу стать следующим Илоном Маском. Как мне это сделать? Очевидно, что следующий Илон Маск будет работать над совершенно другими вещами по сравнению с теми, над которыми работаешь ты. Но чем ты занимался или что ты сделал, когда был моложе, что настроило тебя на оказание максимального воздействия на мир? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что не ожидал быть вовлеченным во все эти вещи. В эти пять вещей, о которых я задумывался в колледже довольно много времени назад. 25 лет назад. Знаешь, сделать жизнь мультипланетарной, ускорить переход на возобновляемую энергию, интернет в его широком понимании, генетика и искусственный интеллект. Я не ожидал, что буду заниматься этими вещами. Хотя на самом деле, в свою бытность в колледже я задумывался об электрификации машин. Так все и началось. Будучи интерном, я работал над темой продвинутых ультраконденсаторов. Я хотел посмотреть, станут ли они прорывом по сравнению с батареями для установки в машинах. И затем, когда я отправился в Стэнфорд, и именно этим я и собирался заниматься. Мое выпускное исследование было посвящено работе над технологиями продвинутых хранилищ энергии для электрокаров. Но в 1995 году я приостановил исследование, чтобы основать интернет-компанию, потому что я посчитал, что пришло время для конкретных технологий, находящихся в точке крутого подъема. Мне не хотелось просто писать свою кандидатскую в Стэнфорде и наблюдать, что происходит. Плюс я не был на сто процентов уверен, что технологии, над которыми я собирался работать, станут успешными. Ведь можно защитить докторскую на множество тем, но при этом не оказать никакого практического воздействия на мир. А мне хотелось, знаешь… На самом деле я просто пытался быть полезным. Я хотел оптимизировать мир и думал о том, что я могу сделать полезного. Считаешь ли ты, что люди, которые сегодня хотят быть полезными, должны защитить кандидатские? В большинстве случаев нет. Тогда какой лучше способ быть полезным? Кому-то понадобится кандидатская, но большинство нет. Как человек может найти способ быть максимально полезным? Не важно, что именно ты пытаешься создать. Важно определить дельту полезности по сравнению с нынешним состоянием дел, умноженную на количество людей, которые затронут изменения. Вот почему я считаю, что привносить огромные изменения, но для небольшого или среднего количества людей – это здорово, но не менее классно привносить небольшие изменения, которые затронут большое количество людей. Это как площадь под кривой. Да, площадь под кривой. Да, приблизительно так она и считается. Главное здесь – да, просто быть полезным. Что-то значить. А когда ты пытаешься оценить вероятность успеха, допустим, вещь будет очень полезной с большой площадью под кривой. Примером может служить SpaceX. Когда ты принимал решение действовать, а в то время твое решение было довольно безумным, очень безумным, наверняка. Да, очень безумным. Люди мне часто это говорили, но я был согласен с ними, что это безумие. Безумие, если ставить себе задачи и достижение лучшего возвращения с поправкой на риск. Тогда основание этой компании было сумасшествием. Но я себе такой задачи не ставил. Я пришел к умозаключению, что если сейчас не произойдет что-то значительное для улучшения технологии ракетостроения, то мы застрянем на Земле навсегда. А крупные аэрокосмические компании не проявляли никакого интереса к радикальным инновациям. Все, что они делали, это пытались немножко улучшать свои старые технологии каждый год. И на самом деле, иногда они делали только хуже. В частности, ситуация с ракетами была неутешительной. В 1969 году мы сумели отправиться на Луну, на Сатурн-5. А космический шаттл мог доставить людей только на околоземную орбиту. И потом даже космический шаттл ушел на пенсию. Так что кривая развития стремится к нулю. Люди считают, что технологии просто автоматически становятся лучше каждый год, но это не так. Технологии становятся лучше только если умные люди пашут, как проклятые, чтобы сделать их лучше. Только так любая технология становится лучше. А сама по себе, без работы людей технология может только деградировать. Посмотри на историю цивилизаций, многих цивилизаций. Посмотри, например, на Древний Египет, где они умели строить эти невероятные пирамиды. А сейчас они, по сути, забыли, как строить пирамиды. Даже иероглифика. Они забыли, как читать свои иероглифы. Посмотри на Рим, где они умели строить эти восхитительные мостовые, акведуки и водопровод. И они забыли, как все это делать. История знает множество подобных примеров. Поэтому я считаю, что всегда нужно держать в голове, что энтропия не на твоей стороне. То, что мне в тебе очень нравится, это твое необычайное бесстрашие и умение встретиться лицом к лицу с людьми, которые говорят тебе, что ты делаешь безумные вещи. Я знаю много безумных людей, и ты все-таки выделяешься. Откуда это в тебе? Как ты принимаешь решения в условиях, где все вокруг говорят, что это безумная идея? В чем ты находишь внутреннюю силу, чтобы сделать по-своему? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что мне кажется, что я ощущаю страх очень сильно. Так что дело не в том, что я бесстрашен. Я сильно ощущаю страх. Просто иногда случаются ситуации, когда что-то оказывается достаточно важным, и ты веришь в это достаточно сильно, что можешь сделать это, несмотря на страх. Кстати, о важных вещах. Но людям не нужно думать, что я этого боюсь, и значит мне не стоит этого делать. Чувствовать страх – это нормально. Ты должен… У человека явно психическое расстройство, если он не чувствует страх. То есть ты ощущаешь страх, но позволяешь важности процесса втянуть тебя в дело все равно. Да, знаешь, в такие моменты фатализм в определенной степени может оказаться очень полезным. Если ты принимаешь все вероятные исходы, то это уменьшает страх. Так что при основании SpaceX я считал, что шансы преуспеть менее 10%. И я просто принял тот факт, что, вероятно, я просто потеряю все. Но это может помочь какому-то прогрессу. То есть, если мы будем толкать шар вперед, то, может быть, мы умрем, но зато какая-то другая компания сможет принять эстафету и продолжить толкать его вперед. Так что мы принесем пользу. Так же было с Tesla. Вероятность преуспеть для новой автомобильной компании была ничтожно мала. А как ты тогда оцениваешь шансы колонизации Марса на сегодняшний момент? Ну, что ж, звучит странно, но я действительно считаю шансы достаточно высокими. Когда я смогу полететь? Так, в данный момент я уверен, что способ есть. Я уверен, что успех – это один из возможных исходов для создания самоподдерживающейся колонии на Марсе. Растущей колонии на Марсе. Я уверен, что это возможно. Хотя всего несколько лет назад я не был уверен, что успех – это вообще реальный вариант результата. Значительное количество людей, отправляющихся на Марс, я считаю, что это потенциально является чем-то, чего мы сможем достичь приблизительно через 10 лет. Может, раньше. Через 9 лет. Я должен гарантировать, что SpaceX не погибнет между нынешним и тем моментом, и что я не умру, а если я умру, то будет кто-то, кто продолжит это дело. Уверен, что не хочешь полететь в первой группе? Да, точно. Первая группа все равно будет роботизированной, так что… Я бы полетел, но вот задержка интернета. Да, задержка будет очень значительной. Марс находится на расстоянии приблизительно 12 световых минут от Солнца, а Земля – 8 световых минут. Так что самое короткое расстояние между Землей и Марсом – 4 световые минуты, а самое длинное – 20 световых минут. Хотя даже больше, потому что ты не можешь лететь сквозь Солнце. Кстати, об очень важных проблемах. Искусственный интеллект. Ты откровенно высказался насчет него. Не мог бы ты рассказать о позитивном варианте будущего искусственного интеллекта? Как ты его видишь, и о том, как мы можем его достичь? Ладно, прежде всего я хочу подчеркнуть, что это не то, что я поддерживаю, и не то, что предначертано. Надеюсь, это просто то, что можно спрогнозировать. Скажем так, что это не то появление, чего я хочу. Я просто считаю, что это, вероятно, лучшая из существующих альтернатив. И лучшая из существующих альтернатив, которую я сам могу придумать, хотя кто-то другой может придумать лучший подход или более позитивный результат, в том, что мы достигнем демократизации технологии искусственного интеллекта. То есть ни одна компания или группа личности не будет иметь полный контроль над продвинутой технологией искусственного интеллекта, потому что это очень опасно. Такая технология может быть похищена кем-то со злым умыслом, понимаешь, типа злого диктатора. Он может послать своих разведчиков украстью и захватить контроль. Ситуация, на мой взгляд, может стать очень нестабильной, если у кого-то в руках окажется некий исключительно мощный искусственный интеллект. Неизвестно, кто тогда будет его контролировать. То есть я не считаю, что искусственный интеллект создаст риск сам по себе, просто своим существованием. Риск создадут потребители искусственного интеллекта – те, кто захотят использовать его во зло. Или даже если они сами не станут использовать его во зло, то кто-то другой может украсть искусственный интеллект у них и применить его во зло. Это создаст большую опасность. Вот почему я думаю, что мы должны добиться демократизации технологий искусственного интеллекта и сделать их широкодоступными. И очевидно, это одна из причин, по которой ты и я и остальная часть команды основали OpenAI – чтобы помочь распространению технологий искусственного интеллекта и не допустить концентрации подобных технологий в руках маленькой группы людей. Но, конечно, это должно идти рука в руку с решением проблемы создания интерфейса с высокой пропускной способностью для взаимодействия с корой головного мозга. Человек такой медленный? Да, человек очень медленный. Точно. Но сейчас ситуация такова, что у нас есть кора головного мозга и лимбическая система. Лимбическая система – это то, что вроде, ну типа примитивного мозга. Она отвечает за инстинкты и типа того. А кора головного мозга – это часть мозга, отвечающая за мышление. Эти две составляющие, похоже, неплохо работают вместе. Время от времени кора головного мозга и лимбическая система могут иметь разногласия, но… Но в целом работают отлично. Да, в целом работают отлично. И это редкость, когда… Но я еще не встречал тех, кто хотел бы избавиться от коры головного мозга или от лимбической системы. Это точно. Да, это было бы необычно. Так что, я считаю, если бы мы смогли эффективно слиться с искусственным интеллектом с помощью усовершенствования нейронной связи между корой головного мозга и этими цифровыми надстройками, которые, кстати, уже существуют, но еще не решили проблему пропускной способности, тогда мы фактически смогли бы преобразиться в симбионты искусственного интеллекта и человека. И если технология будет распространенной, и любой, кто ее захочет, сможет ее получить, то мы решим также и проблему захвата контроля. Нам не придется беспокоиться о каком-то злом диктаторском искусственном интеллекте, потому что мы сами коллективно будем являться искусственным интеллектом. Мне это кажется наилучшим исходом, который я могу придумать. Ты видел другие компании, которые были мелкими на заре своего возрождения, но очень преуспели. И я надеялся, что не придется спрашивать это на камеру, но все же, как это дела у компании OpenAI, которой всего шесть месяцев. Дела идут отлично, мне кажется, что у нас в OpenAI собралась очень талантливая рабочая группа. Похоже, группа. Да, очень талантливая команда, и она усердно трудится. OpenAI структурирована согласно секции 501C3, как освобожденная от уплаты налогов некоммерческая организация. Но у многих некоммерческих организаций нет чувства острой необходимости, и это нормально. Не обязательно, чтобы оно было у всех. Но у OpenAI есть чувство острой необходимости. Наши люди действительно верят в свою миссию, и это очень важно. Наша миссия в минимизации риска нанесения экзистенционального вреда в будущем. Я думаю, дела идут хорошо. Я правда впечатлен тем, чем люди занимаются, и их уровнем таланта. И, конечно, мы всегда ждем себе команду замечательных людей, которые поддержат миссию. А сколько вас? Человек 40? Да, довольно много. Итак, еще несколько вопросов, и будем сворачиваться. Как проходит твой день сейчас? На что ты направляешь больше всего времени? Мое время в наибольшей степени делится между SpaceX и Tesla, и, конечно, я стараюсь часть времени каждую неделю отводить OpenAI. Около половины дня почти каждую неделю я провожу в OpenAI. Иногда в течение недели в OpenAI также происходит что-то, требующее моего внимания. Но в наибольшей мере мое время… А что ты делаешь с SpaceX и Tesla? Как ты проводишь свое время там? Да, это хороший вопрос. Мне кажется, что многие люди считают, что я провожу большую часть своего времени с прессой или на бизнес-встречах. Но на самом деле, почти все мое время, около 80% времени я трачу на инженерное проектирование, на инжиниринг и дизайн. Я занимаюсь развитием продуктов нового поколения. Около 80% своего времени. Ты, наверное, не помнишь, это было очень много лет назад. Ты тогда провел для меня тур по SpaceX, и самое впечатляющее для меня было то, что ты знаешь каждую деталь ракеты и каждый момент проектирования, связанный с ней. Думаю, многие не догадываются, что ты такой. Да, думаю, большинство людей считают, что я больше бизнесмен или типа того. И это нормально, бизнес – это хорошо. Но на самом деле… Ну, например, SpaceX этим занимается Гвен Шотвелл, главный операционный директор. Она занимается юридическими вопросами, вопросами финансов и продаж, общими бизнес-процессами. А мое время почти полностью отдано проектирующей команде и работе над усовершенствованием ракеты Falcon 9 и корабля Dragon над созданием архитектуры колонии на Марсе. А в Тесла я больше всего занимаюсь Model 3. Провожу много времени в дизайн-студии, как минимум половину дня в неделю. Занимаюсь эстетикой машины и характеристиками того, как она выглядит и ощущается. Но большая часть недели посвящена инжинирингу как самой машины, так и инжинирингу фабрики. Потому что самый важный урок, который мы извлекли в этом году, в том, что самое главное – механизм, который будет строить механизмы, то есть фабрика. А ее создание как минимум в несколько раз сложнее, чем создание самой машины. Изумительно наблюдать, как роботы перемещаются туда-сюда, и из ничего возникает машина. Да, но на самом деле это относительно низкий уровень автоматизации в сравнении с тем, что будет на гигафабрике и как будет создаваться Model 3. А какова скорость линии для этих машин? Вообще-то средняя скорость исключительно низкая. Наверное, около… если включить и S и X, то где-то… может быть… 5 сантиметров в секунду. Это очень медленно. А какого показателя ты хотел бы добиться? Я считаю, что мы можем добиться хотя бы одного метра в секунду, то есть 20-ти кратного ускорения. Это очень быстро. Да. Но это как минимум. Один метр в секунду – это как очень медленная ходьба. Ну, или средняя ходьба. Быстрая ходьба – это полтора метра в секунду. А самая высокая скорость, которой может бежать человек – более десяти метров в секунду. Так что, если наша линия движется сейчас со скоростью 0,05 метра в секунду – это очень-очень низкая скорость. А при 1 метре в секунду ты сможешь размеренно шагать, и все равно будешь быстрее производственной линии.